Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Путь паломника». На карте нашей бескрайней Родины не счесть мест, связанных с именами людей, чьи судьбы и дела запечатлелись не только в памяти потомков, но и в книгах, музыке, архитектуре, живописи. Вот и у нас в Самарской губернии, в Нефтегорском районе, есть такое место. Это село Утевка, где жил и работал иконописец Журавлев. В феврале 2016 года исполнилось 100 лет со дня смерти Григория Николаевича. Сельчане пришли почтить память своего земляка. В советское время и храм в честь Святой Троицы, и само имя Григория Журавлева находились в забвении. Мы видим на этой фотографии разрушенные здания. Это здание нам отдали в 1989 году. Ни окон, ни дверей, разрушенные колокольни, сорвали крест. Но был большой подъем. Те бабушки, которые хранили веру, они сохранили и память Журавлеве. Милостью Божию за эти 20 с лишним, 25 с лишним лет много уже сделано. Иконостас, полы, окна, двери, колокольня, прекрасная звонница. Вот строки из газеты «Самарские губернские ведомости» от января 1885 года. Крестьянин села Утевка Бузулукского уезда Григорий Николаевич Журавлев в самом раннем детстве лишился употребления рук и ног и грозил быть бременем для своего бедного семейства. Но не теряя надежды на лучшие, он всегда был в бодром духе жизни. Его окружали всегда хорошие люди. Он очень рано выучил азбуку, прочитал все книги, которые были при церковной библиотеке. В той же статье писали. Лет восьми от роду Журавлев стал посещать сельскую школу и в два года выучился читать. А затем, познакомившись с употреблением карандаша, принялся учиться письму и рисованию, вставляя для сего карандаш между зубами. Прежде всего, Григорий Николаевич, это большой труженик, подвижник. И когда прикасаешься к этой жизни, конечно же, не можешь оставаться просто наблюдателем ее. Сразу же хочется что-то сделать хорошее. И еще фрагменты самарских губернских ведомостей. И вот, 15-летний поклонник искусства, никуда доселе не выезжавший из родного села, появляется в губернском городе и обращается к проживающему здесь живописцу Травкину с просьбой показать ему, как пишутся образа. Тот ласково принял такого необыкновенного ученика и познакомил его с первыми приемами живописи. Закупив в Самаре красок, кистей и прочего, он вернулся в родную утевку и, заказав себе стол с особыми приспособлениями, принялся учиться живописи. Начались годы беспрерывного труда. В эти дни, когда мы все почитаем память этого художника, когда исполнилось 100 лет со дня его смерти, можно сказать, что произошло очень много интересных и очень важных событий, связанных с его именем. что люди и молодые, и не очень молодые помнят, помнят. И вот в эти дни, может быть, кто-то раньше прочувствовали, что за удивительный человек однажды приходил на эту землю и что он с собой принес. По тем делам, которые происходят, чувствуется, что люди к этому имени подходят неформально. Эту жизнь воспринимают, как бы, может быть, через призму своих дел, того, что совершается у них в жизни. В отцовские Твое помнят нас, Господи. Это ты, нищий, отца мастер Твоя, Блажене, нищие Духа. Я хотим, Христа, Сто Небесное, Блажене, Кожущи. Я хотим, утечиться, Блажене, Круции. Я хотим, утечиться, Блажене, Кожущие, Жальщие Камы. Я хотим, насытиться, Блажене, Милостиви. Я хотим, помилованы будут, Блажене, Чисткие Сердце. Я хотим, Бога, узрят, Блажене, Миротворцы. Я хотим, сыновьи Божие, нарекутся, Блажене, знаний правды ради. Я хотим, Христа, Сто Небесное, Блажене, если их да поносят вам. И жену ты реку, в сердцу благовно вылзущи, Мине ради. Радуйтесь и веселитесь, Я комс да ваша много на небесе. Церковь Святой Троицы стала главной святыней, исторической ценностью села. Судьба иконописца была тесно переплетена с ней. Храм, как говорят, был построен по его эскизам. Он строился 7 лет, с 1885 года по 1892 год. После революции храм закрыли в 1934 году. 55 лет храм был в запустении. Потом по благословению лекиана храм открыли и реставрируем до сих пор. Милостью Божией возрождается память о Григории Журавлеве. Находятся иконы. Сейчас в храме уже 9 его работ. Однако большинство из этих образов были выполнены на железе. И сейчас ржавеют. А потому нуждаются в реставрации. По стараниям батюшки собрано несколько икон Григория Журавлева. И они, конечно же, тоже все достаточно старые. Очень много претерпели. Судьба у них была невероятная. Их приходилось очень долго прятать. Субтитры создавал DimaTorzok Не так давно в храм принесли еще несколько икон. Перед столетием памяти о Журавлеве у нас появились сразу 4 иконы. Видно, что люди все-таки переживают об этом. И сердце их как-то открывается. И они думают, что не только дома держать надо иконы, но они принесли их в храм. Мы точно не знаем, это его икона или нет. Нужна, конечно, сейчас экспертиза. Икона Воскресения Христова принес один человечек. Он признался, что хотел эту икону продать. Думал, что это большая ценность. Но какой-то внутренний голос ему подсказывал. Отнеси ее в храм. И вот, раскаявшись, он принес нам эту икону. Остальные тоже принесли прихожане. Эту вот привезли с Кенеля, говорили, что она там хранилась. И вот отпевали одну бабушку. И я заметил эту икону. Мне показалось, что она очень схожая с письмом Григория Николаевича Журавлева. Которая очень сходна с иконой святителя Николая. Которая очень схожа на ту икону, которая находится сейчас в Трои Сергий Лавре, в музее, в семинарии. Удивительно, что храм Святой Троицы в то страшное время, когда все рушилось, уцелел. Когда я смотрю на фотографии Самарского кафедрального собора, с которым тоже связано имя Григория Николаевича Журавлева, ведь он написал главную икону этого храма. И храм не уцелел. Это было так печально. И тем более радуюсь, когда смотрю, что храм Святой Троицы в утевке стоит. И это главное наследие Григория Николаевича Журавлева. И поэтому не могу не сказать, насколько он сейчас нуждается в помощи и поддержке. Все фрески, которые здесь были так любовно написаны Григорием Николаевичем, он долгие годы носил их в душе, он делал наброски. И потом весь храм сиял удивительной красотой. Так вот, от этих фресок осталось очень мало. И очень важно сейчас найти средства для того, чтобы их законсервировать. Григория Николаевича Журавлева Григория Журавлева привлекает очень много людей. К нему приезжают из Самары, из Тольятти, в всей области. Бывает, что и из Подмосковья приезжали инвалиды, из Екатеринбурга. Многие получают от него поддержку и помощь. Недавно была конференция, где собирались люди, писали о Григории Журавлеве. Был такой проект «Победить судьбу». И вот в ходе его был объявлен международный конкурс «Уроки жизнелюбия», который под своим крылом собрал очень много интересных педагогов. Они писали в своих разработках для того, чтобы как-то донести это детям. Давали различную информацию о людях, которые, как Журавлев, жили на свете очень непросто, но сумели справиться с своей судьбой и делать на этой земле что-то хорошее, позитивное, оставлять какие-то добрые дела, и тем самым укрепить и себя в этой жизни. Писали из Германии, писали из Иерусалима. Значит, люди интересуются его творчеством, его работой. Они берут от него, черпают надежду, потому что, несмотря на свой недуг, Гриша показал величайший пример жизни для того, чтобы не падать духом, что в любом состоянии можно творить. На таком примере не только сейчас, но, я думаю, еще долгие-долгие годы, дети, больные, инвалиды будут черпать силы, так как он не унывал. И дай Бог и нашему поколению, не только инвалидам, но и живым, не терять духа, не терять надежды, но иметь веру, и Господь всегда будет с нами. Примите, а дети, сие из тела мои, я же за влаги мое, твое оставление грехов. Аминь. Пейте от нее все, сие из крови, я на много завета, я же за влаги мое, твое оставление грехов. Аминь. 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 Твое, 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 Тебе преназящим он всем из-за все. ПЕСНЯ 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 Когда мы открыли этот храм, в 1989 году, здесь были одни руины, здесь были большие двери, стоял здесь трактор, камаз разобратный. Многие сегодня приезжают на могилку этого великого человека, приезжают в этот дивный храм, чтобы посмотреть остатки, осколки того, что осталось. ПЕСНЯ 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 потому что подкрепляется той духовной великой силой, которая была в Григории Журавлеве. Остается сделать еще очень многое. Найти остальные иконы Журавлева, назвать имена людей, имевших какое-либо отношение к жизни и деятельности художника. Неизвестно, где сейчас находится у Тюркской Мадонны. Самая такая удивительная икона Григория Журавлева. Мы не знаем еще, как звали мать Григория, не знаем имена его родственников. То есть это все требует времени, внимания, сил. И поэтому здесь на всех работы хватит. Мы будем очень рады и молодым, и всем, кто когда-либо окажется на нашей территории, или просто нам позвонит по телефону, или придет по электронной почте и скажет, я с вами, я вам помогаю. Личность Журавлева связывает между собой несколько поколений, людей разного рода деятельности. В Утевке работает музей его имени, разработан туристический маршрут. В село приезжают паломники из разных городов. Все началось с той деятельности, с поисковой работы, которую выполнял Малиновский Александр Станиславович. Это объединило очень многих людей. И я обращаюсь ко всем, кто собирается приехать на нашу территорию. Приезжайте, приезжайте. И мы будем очень рады вашей помощи и поддержке. То есть если вы хотите даже вот как бы свою душу укрепить, себя как-то в жизни поставить так, что вам будет очень хорошо и уверенно, приезжайте. У нас вот есть как раз почва для этого. Григорий Николаевич Журавлев скончался в 1916 году от скоротечной чахотки. И по разрешению епископа Михаила Богданова, правившего тогда Самарской епархией, был похоронен в ограде церкви, которая была его детищем. В начале 90-х годов, уже после восстановления храма, на могиле художника был сооружен скромный памятник. В День памяти живописца отслужили панихиду у могилы Григория Николаевича. Рассказатель наупа петь садила ангел преподобным утракам холдей же опаляющие. Веление Божие мучить для увещала пить их. Благословен есть и Божий Отец наш. Упукой, Господи, души, усопший гроба Твоего Упукой, Господи, души, усопший гроба Твоего Слово Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно, и во веки веков аминь По традиции богослужение закончилось общей трапезой. Добрым знаком для отца Анатолия и для прихожан стало возвращение в утювку колокола. В нашем храме очень часто бывают чудеса. Они, может, не такие яркие и большие, но вот одно из чудов, вот это колокол, который появился у нас в 2013 году. Позвонила мне батюшка из-под Самары и говорит, хочу подарить тебе колокол. Это свидетельство о нашем храме. Это день рождения храма. То есть, когда заложили первый кирпич, первый раз ударили этот колокол. На нем все написано, что сей колокол вылет в день основания храма Сыной Троицы села Утевки 15 августа 1885 года. То есть, по старому стилю, по-новому это Успение Богородицы. Неркодорные образа Григория Журавлева можно увидеть в Кенель-Черкасском храме Вознесения Христова, в церкви Казанской иконы Божьей Матери, что находится в селе Нероновка, в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже и в Музее Истории Религии, а также, конечно, в Самарском эпохиальном церковно-историческом музее. Первой иконой Григория Журавлева, которая попала к нам в музей, является икона взыскания погибших. Эта икона находилась когда-то в соборе Петра и Павла. Написана она была Григорием Журавлевым в меру и подобие с чудотворной иконы, которая находилась в Самарском, Свято-Троицком, Раковском женском монастыре. Что значит в меру и подобие? Это точная копия этой иконы и размер сохранился с чудотворной иконы. Вторая икона, которая через некоторое время попадает к нам в музей, это икона равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эта икона уникальна тем, что здесь самим Григорием Журавлевым сделана надпись, когда и кем она была написана. И мы можем прочитать, что вот икона писана Григорием Журавлевым, крестьянином, тела утевки, безруким и безногим, 1885 год. История этой иконы очень интересна. Ее привезли из города Хромтау, Казахстана. Только что был открыт музей, мы водили экскурсии здесь по музею. И вот однажды приезжает семья православная, с детками маленькими. Они слушают экскурсию, и вдруг после экскурсии подходит мужчина и говорит, что представляется, что он священник в городе Хромтау, и что у него на приходе существует единственная икона, это икона Григория Журавлева, и он готов обменять ее на две больших иконы, потому что молиться не на что по его выражению. Мы заказали современным иконописцам две большие иконы Божьей Матери Иисуса Христа, отдали ему в его приход, а он нам вот эту вот икону подарил. Еще здесь вы видите иконы млекопитательницы и скоропослушницы. Эти иконы принадлежат Самарскому областному краеведческому музею. Мы с ними заключили договор на достаточно продолжительное экспонирование этих икон в нашем музее. В этой экспозиции вы видите и фотографию Григория Журавлева, где он представлен на этой фотографии с братом, а кроме того, вот эта икона, храмовая икона Жены Миромысица. В юбилею иконописца самарским медальером Вячеславом Васильевичем Агафоновым была выполнена медаль, посвященная Григорию Журавлеву. Эта медаль сейчас также экспонируется в нашем музее. В нашем музее создана экспозиция из икон Григория Журавлева, где каждый желающий может рассмотреть и глубину его работы, и мастерство, с каким написаны эти работы, ну и, конечно же, вспомнить об этом замечательном человеке, нашем земляке, Григорие Журавлеве. Но для серьезно интересующихся жизнью и творчеством удивительного иконописца главным местом остается все-таки в первую очередь утевка. Место, где Журавлев родился и творил. Для истории края, а тем более государства, сто лет не такой уж и большой срок. Но бывает, что и за это время забвению оказываются преданы события, имена, подвиги. Поэтому, прежде чем попрощаться, хочется поблагодарить неравнодушных людей, положивших свои труды на поддержание и укрепление памяти о нашем необыкновенном земляке Григорие Журавлеве. Низкий вам поклон. А на этом все. До свидания. И храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин